Служение Дерека Принца представляет Тема этой недели называется «Имена Иисуса». Эта тема предназначена для того, чтобы помочь всем нам сосредоточиться на том, без кого Рождество не имеет смысла, на Иисусе Христе. Я хотел бы повторить предостережение, с которого я начал вчера. Для многих людей Рождество ассоциируется с чем-то материальным, с торговлей, со своими собственными планами, но Писание очень ясно предостерегает нас от этого. В Галатах 6.8 говорится, что «сеющий в плоть от плоти пожнет ленье, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». Очень часто празднование Рождества является сеянием в плоть, в материализм, в торговлю, в елки, гирлянды, то, что может быть и хорошо, но что не имеет вечной ценности. Поэтому давайте примем решение, что в наступлении Рождества в этом году мы будем сосредотачиваться на Иисусе Христе и тем самым сеять в дух. Не случайно я избрал для этой недели тему «Имена Иисуса». Она поможет нам сосредоточиться на Личности Иисуса. Вчера я рассказал о том, что в Библии имена всегда имеют особое значение. Каждое библейское имя имеет особенное значение, которое часто переплетается каким-то образом с именем Бога. И вдобавок оно означает какую-то важную характеристику носителя этого имени. И это применимо ко многим именам Иисуса Христа. Каждая из них раскрывает нам какую-то отличительную характеристику Личности Иисуса. И из многих имен, которые дает ему Священное Писание, я избрал некоторые, которыми я хочу поделиться с вами. И я верю, что это будет для всех нас большим благословением. Вчера я рассказал об имени, которое упоминается в 9 главе пророка Исаии, где говорится, что «Младенец дан нам, сын дан нам, владычество на раменах его». И нарекут ему имя «Чудный советник, Бог крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Вчера я рассказал об имени «Чудный советник». Сегодня я хочу поговорить о еще одном имени из этого же стиха, «Князь Мира». Я хочу еще раз процитировать этот стих. «Ибо младенец дан нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя «Чудный советник, Бог крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Мы должны понять, что слово «князь» в Писании всегда означает «правителя». Не какой-то семейный, передаваемый по наследству титул, но активного правителя, который несет ответственность за управление народом. В этом стихе, в этом пророчестве, мы видим особое ударение на правление. Написано, что «младенец родился, сын дан, что владычество или правительство на раменах его». Итак, давайте рассмотрим последний из упомянутых в этом стихе имен Иисуса, который подчеркивает его как правителя. Это имя звучит «Князь Мира». Мы должны понять, что в нашем переживании, в человеческой истории, есть два момента, которые мы не можем разделить друг от друга. Первое — это праведное правление, и второе — это мир. Это касается как отдельных людей, так и народы, и всей нашей цивилизации. Мир можно достичь только там, где есть праведное правление. Сегодня у людей сложилось очень однобокое понимание того, что такое мир. Мы говорим о мире тогда, когда народы не враждуют друг с другом, когда нет открытого конфликта. Это мы называем миром. Но это смешно, потому что мы забываем о таких вещах, так как межнациональная рознь, горечь, унижение, подозрительность, систематические попытки унизить другие народы — это не мир. Еврейское слово, переводимое как «мир», — это слово «шалом», которое значит намного больше, чем то, что мы привыкли понимать миром. Это слово означает «целостность и порядок», поэтому подлинный мир — это порядок и целостность. И благая весть Евангелия... Помните, что слово «евангелие» приводится как «благая весть». Итак, благая весть — это установление Божьего правительства, названного в Писании Царством. Многие из нас этого долго не замечали. Итак, благая весть заключается в том, что Бог установит свое праведное правление через Иисуса Христа. Давайте посмотрим на утверждение о том, что такое Евангелие от Матфея. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Это было Евангелие Матфея, 3 глава, 1-2 стихи. Итак, Иоанн говорил, что «приблизилось Царство Небесное правление Божие». В Матфея 4, 17 мы читаем такое утверждение. «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». «Небесное правительство». Матфея 4, 23. «И ходил Иисус по всей Галилеи уча в синагогах и проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Заметьте, что благая весть — это весть Царства Божьего, что приблизилось Божие правление, и что мы сможем переживать благословение Божьего правления. В Матфея 24, 14 Иисус описывает Свою программу в заключении века. «И проповедано будет с Ей Евангелие Царствия по всей Вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Все народы имеют право, по крайней мере, однажды услышать весть о том, что Бог устанавливает Своё Царство в Личности помазанного им Царя Иисуса Христа, и что это единственная надежда на мир для человечества. В Исайе 57, 19-20-21 мы видим Божие обетование мира, и также предостережение, что нечестивые не имеют права наследовать мир. Мы не можем наслаждаться Божиим миром, не приняв в своё сердце князя мира Иисуса Христа. Итак, Исайя говорит, «Я исполню слово, мир, мир, дальнему и ближнему, говорит Господь, я исцелю его». Это Божие предложение мира исцеления. И заметьте, что исцеление и мир идут рука об руку. Но, дальше говорится, «Нечестивое, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывают ил и грязь». «Нет мира нечестивым, говорит Бог мой». Итак, те, которые отвергают Божие правление, подобно взволнованному морю, которое выбрасывает ил и грязь, оно не может успокоиться и переживать мира. И такое состояние приходит после отвержения Божьего правления в личности Иисуса Христа. Итак, Иисус — это князь мира. Только Его правление может принести мир человечеству. Давайте порассуждаем, как это применимо к нашей мировой ситуации. Одна из более красноречивых черт в современном обществе — это упадок истинного лидерства. Мы видим, что человечеству предоставлено только два выбора. Первый — это тоталитарный режим, и второй — это слабое, неэффективное лидерство, которое является даже не лидерством, а просто следованием за обстоятельствами. Когда решение диктуется толпой, это не лидерство. Итак, люди столкнулись с двумя непривлекательными крайностями. Люди хотят иметь настоящих лидеров, но они устали от диктата и от слабых лидеров. Итак, в чем же решение? Решение в Иисусе Христе. Он единственный лидер, которого ожидает человечество. Человечество столкнулось с фактом, что должно существовать праведное правительство, если мы вообще рассчитываем установить мир. Человек в своем невозрожденном состоянии не может сам установить мир и праведное правление. Поэтому Бог послал Иисуса Христа, князя мира. И благодарение Богу, что не нужно ожидать будущего, чтобы пережить мир, который дает Иисус. Если мы добровольно подчинимся господству Иисуса Христа сейчас, то мы сможем наслаждаться этим миром уже сейчас. Послушайте, что Павел сказал в Римлянах 10 главе с 8 стиха. «Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем», то есть слово веры, которое проповедуем. И если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. У Бога есть ответ на ваши проблемы. Он предлагает вам спасение, освобождение, исцеление, мир. Но есть два условия. Вам нужно поверить сердцем. Писание говорит, что мы должны поверить то, что Бог воскресил Иисуса из мертвых, но еще самой веры недостаточно. Нужно также исповедовать своими устами Иисуса своим Господом. Что значит исповедовать Иисуса своим Господом? Это значит сказать, «Господь Иисус, я принимаю Твое правление в моей жизни. Я все напутал, и я не могу самораспорядиться своей жизнью, и я не могу устроить мир в своей жизни. Но сейчас я принимаю решение подчиниться под Твое господство. Без остатка, полностью. Приди в мою жизнь. Возьми контроль над моей жизнью. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!